Ребят, привет! Это вам Боярышник и это Транспорт Фивер. Да, иногда я играю в Транспорт Фивер. Такие вот дела. Я заметил, что на Ютубе сейчас популярный, ну, относительно популярный жанр видео, в котором игрок разыгрывает полную партию в Транспорт Фивер, растягивая их в такой вот своеобразный сериал. И там он показывает все припятие игры, то есть то, как он строит насыпи, поднимает, опускает рельсы, мучается с ландшафтом, все это слишком много извилин. Ну, вы поняли. Естественно, это все растягивается на огромное количество времени и может сниматься месяцами при должных стараний. Но я бы только подумал, а, честно говоря, я хуже. Почему бы я не сделать то же, блин, то же самое. Но немного подумав, я понял, что если я так сделаю, вы, наверное, меня вообще четвертуете, потому что, ну, это был бы уже, конечно, капец. И поэтому я решил придумывать свой жанр. Давайте объясню, что я имею в виду. Допустим, у меня есть такая небольшая страна, в которой есть раз, два, три, четыре, пять, шесть городов. В ней что-то время-времени происходит. Соответственно, я не показываю весь процесс того, как я строю дороги, планирую сеть, перевожу всякие грузы туда-сюда и так далее. Потому что все это, на самом деле, ну, довольно скучно. А я сделаю иначе. Собственно говоря, я буду снимать видео каждые 20 игровых лет или, может быть, в будущем меньше. Может быть, больше, если мне будет ломовато, а будет хотеться при этом играть в Transport Fever. И, соответственно, на этом видео я буду рассказывать, что изменилось с прошлого видео. Что я сделал, как поменялся баланс сил между городами, какая появилась новая техника, ну, и вообще, что происходит. При этом я попробую добавить некоторые элементы, ну, скажем так, не ролплея, но такие, как бы, истории сюда. Сразу оговорюсь, я играю с бесплатным строительством и с модом новой индустрии, причем предприятие я строю преимущественно сам. Кто-то скажет, что это очень легко, я, наверное, соглашусь, да, офигительно легко, хотя и оригинальная игра, опять же, не была особо сложной. Тем не менее, меня полностью не устраивает случайное расположение предприятий. Например, вот этот вот милый завод удобрений находится далеко в горах, причем это еще не самое удаленное от населенного пункта предприятия, но да и не суть. Кто бы построил завод удобрений в горах, даже если там есть какая-нибудь калийная селитра, да, месторождение, то все равно гораздо дешевле копать это само удобрение у себя на заднем дворе или как-то вырабатывать, чем возить его из гор. Ну, и в таком духе, то есть, прежде чем заводы, которые стоят далеко от городов, это совершенно нереалистично. Соответственно, заводы я строю самостоятельно в городах, то есть, такие, как бы, предприятия, на которые ездят жители. Некоторые центры я складываю вокруг случайных сгенерированных игр и предприятий. Например, здесь была лесопилка, соответственно, здесь находилась лесоповал, здесь находилась лесопилка, по-моему, если я не ошибаюсь. И, соответственно, из этого комплекса я сделал, ну, такое вот искусственное поселение, даже поставил здесь домики. Мне кажется, что это гораздо интереснее, чем просто играть в случайную партию и в очередной раз зарабатывать 200 миллионов за первые 30 лет и дальше просто по накатанной какую-то непонятную экономику вывозить. Так, ладно, видео 1, заканчиваем пролог и объясняю, что у меня здесь есть. Сейчас у меня на карте находятся, как я уже сказал, 6 городов, из них 2 довольно крупных. Это первые 2 города, которые я начал развивать 31, 36, простите, игровых лет назад, я начал в 1070 году. Это 2 не очень больших города, которые уже интегрированы в транспортную сеть. И 2, опять же, относительно небольших города, которые пока что находятся за пределами досягаемости моей транспортной сети. Причем, как бы здесь даже и нет особой связи. Дорога, по ней ничего не ездит. Давайте посмотрим, включим название городов. Для реализма. Соответственно, я их переименовал, естественно. Это не название из генератора, которое я когда-то писал для транспорт, простите, для train fever, который переключил транспорт февер. Столица этого региона, это город Каменец. Он находится в таком центре ничего практически. Так, вот это я отключу, потому что эти деньги меня немножко нервируют. Такой довольно крупный город, в нем, по-моему, 500 населения примерно. А, уже даже почти 600. Довольно много мест работы, много магазинов. И достаточно предприятий, которые я здесь сам понастроил. Это, в первую очередь, бумажный комбинат. Пищевая, ну, предприятие пищевой промышленности, потому что здесь сложился агрокомплекс, причем часть сгенерировалась автоматически, часть я достроил. Это, так сказать, вспомогательные заводы, вроде строительного завода, несперывающего завода. Опять же, он здесь построен, потому что рядом есть генерированное несперывание нефти. Сюда подвозится камень и шлак сразу, то есть из другого комплекса. Так, что из транспорта, из общественного транспорта здесь есть две линии трамвая, причем одна довольно популярная. Второй маршрут. Так, вот он. Даже дополнительный выпуск не смог решить проблему. Перегружим трамвая вагонов. На самом деле, я думаю, что когда я изобрету метро, этот город будет первым прецедентом на его строительство. Одна из запримечательностей Каменца, это местное железнодорожное депо. Это самое крупное депо в этой стране, причем депо обслуживает как единственную пока что пассажирскую линию Белозерск, Каменец, Дейноникбург, так и грузовой куст Каменца, то есть те железнодорожные, грузовые железнодорожные ветки, которые окружают город Каменец. Второе повлечение город региона это Дейноникбург. Исторически это первый промышленный центр, здесь были построены первые заводы и первые железнодорожные линии, а также пущен первый в регионе трамвай. Сейчас Дейноникбург немножко опоздал по населению из-за своего крайне северного положения. В принципе здесь больше нет регистрированных пунктов и он не связан, то есть сюда нет притока населения из окружающих мест. Но при этом у Дейноникбурга есть такой как бы маленький сосед, искусственный поселок, старый лесопильный поселок Щекино. Причем с Щекино он связан линией парового, пригородного парового травая, которая, кстати, пользуется определенной популярностью у местного населения. Трава, естественно, уходит по Ускоколейке. Щекино, несмотря на свой сельский характер, довольно важный промышленный узел. В первую очередь это центр Ускоколейной железной дороги, которая когда-то простиралась от севера до, собственно говоря, до реки, и охватывала с собой три города. Дейноникбург, Новгородная речка и Каменец. Но сейчас она несколько подсдала свои позиции. Северная часть была заменена на широкую клею, и до сих пор сохранилась только вот эта вот реликтовая Ускоколейная линия, по которой поезда возят руду на Столетейный комбинат. По-моему, это первая железнодорожная линия в игре вообще, которую я построил. Вот здесь вот несравнянный еще рельеф и неснесенная ветка, которая соединяла с линии на Щекинский лесопильный завод. Далее существовала прямая смычка через бумажный кабинет Шекинский и, собственно говоря, лесоповал, Каменецкий лесоповал. Здесь какая-то была хитрая конфигурация путей. То есть здесь вот видно, что это линия на север. Здесь как-то они тоже были связаны с вот этим вот фрагментом. Но позже получилось так, что линия разомкнулась. Но позже возник перегонный завод в Каменце, который называется, кстати, Белозерский перегонный завод. Это бывшее название города Каменец. Можно сразу же его перенимать. И строительство к ней узкоколейной ветки снова соединило узкоколейки страны. Сегодня 17-й год, скоро революция. Соответственно, сейчас узкоколейкой обслуживается подвод сельского хозяйства к городу Каменец. Он здесь как бы поездок возит. Каменец – нижняя станция. Здесь находится у нас завод в питании. И Каменец узкоколейный – это однопутная станция, на которую, по-моему, разгружается что-то. Хотя не факт, на самом деле. Хлеб разгружается. Собственно говоря, с пищепрома сюда вводят, просто подводят хлеб в эту часть города. Совсем южная часть узкоколейки – это, опять же, грузовая линия в город Новгород-на-Речке, которая, на самом деле, уже очень близка к закрытию и, скорее всего, к замене на широкую плюю. Потому что сам поезд ввозит только продукты, инструменты. Ну, в смысле, по сути, он привозит те продукты, которые поступают сюда по ширококолейной линии с Щегина. И поэтому никакой вот именно узкоколейной функции, то есть узкоколейка здесь не принципиально. Когда-то здесь также походил какой-то грузовой поезд, который что-то сюда подвозил, но он уже не ходит больше 10 лет, на самом деле. Поэтому эту линию можно смело закрывать или менять как-то на широкую плюю. Прежде чем мы вернемся к широкой плюе, давайте посмотрим на еще два города, которые сейчас задействованы в транспортном сообщении. Это Новгород-на-Речке. Такой вот относительно небольшой город с населением 201 человек. Ой, кстати, 200. Кто-то отсюда съехал куда-то. Правый момент, когда мы зашли. Кстати, так как камень вырос за время съемки этого видео. Так, кстати, Новгород, да. Вообще, кстати, сейчас он даже меньше отдаленного Зеленогорска. Вот. Такой себе, на самом деле, городок. Здесь есть трамвайная линия. Чахлая, в общем-то. Есть пригородная линия трамвая, которая, по-моему, вообще пока не перевозит никого абсолютно. Или все-таки кто-то здесь ожидает. Нет, что-то она популярностью особо не пользуется. Многие рабочие здесь ездят на Амбросиевский завод. Вот сюда вот. Но, как бы, такой популярности, как паровой трамвай в Ден-Онифбурге, линия пока не возымела. Вот. Но кто-то ездит хорошо. На самом деле, у меня есть грандиозный план сделать реально действующие пригородные поезда. Причем, просто время я трансформирую вот эти вот трамваи и всякие правяки в просто электричку, которая будет ходить вот так вот по объектам и саживать там людей. Что-то я, кстати, трамвай чахлым рановато обозвал. По-моему, здесь тоже пора выпускать новые вагоны. Будем считать, что у Новгорода пока нет на это особых денег. Действительно, такой, как бы, очень провинциальный городок. В свою очередь, он связан речным пассажирским сообщением с довольно длинной линией по всей реке, с городом Белозерском, который находится в таком вот живописном месте довольно-таки, реально, какого-то озера с маяком или море, горами и располагается такими приятными желтыми трамваями. Собственно говоря, городом я был в начале видео показан. Как и Новгород, Белозерск имеет только одну трамвайную линию, причем довольно популярную. То есть тут ездит приличное количество народу. На самом деле, здесь пора расширять трамвай уже, как бы, на север города. Но пока я не сподобился. Сам себе это треть по величине город-региона. Ну и неудрено, поскольку он включен в общую пассажирскую железнодорожную сеть. Как раз пробивает поезд, идущий из Каменца. Сквозного поезда пока нет, все поезда доходят до Каменца, и там можно пересесть на экспресс до Ногибурга. У нас вагоны и паровозы используются немецкого производства, как на пассажирской линии, так и на грузовых. Причем на грузовых я по лору использую поддержанные австрийские пассажирские тепловозы сейчас. То есть я, наверное, покупаю старые тепловозы, ой, тепловозы, а паровозы, чтобы был некий реализм, что, в принципе, более комфортные пассажирские паровозы используются на грузовой линии. Вот. Здесь полскорейки ходят совсем какое-то старье. Уже 30 лет поезду, кстати, его пора менять. Но, в принципе, здесь и всю скалейку уже пора менять до широкую колею и на нормальные поезда. Может быть, к следующему видео я уже сделаю это. На юг от реки мой транспорт не ходит, никакие грузы не переводятся, и люди ездят самостоятельно, ну и очень редко. Вот, соответственно, кто-то только что проехал на южный берег, обратно никому особо и не надо. Вот. Сейчас я предлагаю посмотреть, как у меня устроена нумерация маршрутов, и заодно разберемся с грузовым транспортом, с грузовыми поездами. Соответственно, под цифр зависит, грубо говоря, депо и направление, по которым ходят поезда. Все я посещать не буду, но тут как бы есть узкоколейное депо, к которым привязаны поезда, советско-пассажирское депо, и грузовые поезда обозначены тоже есть. Северное направление, как бы южное. Соответственно, здесь на севере, так, у нас северное, это 200-е, по-моему, да. 200-е начинается с 200, и пока же качество 208-м. Это грузовые поезда ширококолейные, которые ходят в районе Дыно-Ихбурга. Их исторически больше, потому что провышенность здесь появилась раньше, и раньше появились городские подводы. Даже сейчас, кажется, город меньше, чем Каменец, трамвайных маршрутов здесь больше просто, потому что исторически он развивался раньше. Позже к нему присоединился Каменец, и сейчас железнодорожные сети двух городов соединены. Правда, да, причем, кстати, как и пассажирские вот эти вот экспресс-линии, так и грузовыми линиями довольно тесно здесь переплетаются. Вот даже этот перекресток, который уже показывал раньше на видео, он, собственно, на широкой колее и узкой. Здесь ходят кризовые поезда, и из Дыно-Ихбурга в Каменец наоборот. Кстати, опять подходит паровик. В принципе, ему проход открыт, поэтому он здесь просто пройдет. Но иногда они стоят, причем они всегда пропускают проходящие поезда из-за этих вот семафоров. Ну и напоследок, поскольку я собираюсь все-таки упразднить паровик и заменить его на более объяснительные пригородные поезда, немного расскажу о его конфигурации. То есть всего на линии есть три станции. Это станция Щекино, на которой сейчас как раз прибывает паровой состав. Он такой же старый, ржавый, действительно. Я здесь уже не буду выпускать новые вагоны, а, скорее всего, просто пущу пригородный паровой поезд. Вторая станция находится уже в черте города Дыно-Ихбург. Вот, называется Манерапторская. Вот, раньше она называлась Дыно-Ихбург-Дачный, но сейчас здесь уже никаких дач нет. Это уже черта города, и даже здесь находится собор. Ты его оставил какое-то время назад. И конечный трамвай, кстати, Щекинская пересадка. Вот, ну и конечный, это, соответственно, Щекинский вокзал Дыно-Ихбурга. Вот, кстати, первый, самый первый паровой состав, желтого цвета был, вот, исторический. И, возможно, я даже его загоню в какой-нибудь музей, потому что, как бы, это, ну, первая подобного рода линия и первый трамвайный вагон, по сути, который я запустил. Ну, что ж, на этом, пожалуй, все, что я хотел сказать. Он, кстати, прибывает экспресс из Дыно-Ихбурга в Каменец, и на его фоне идет нефтяной поезд грузовой, который прибывает на Каменец грузовую станцию. Вот, соответственно, в дальнейших планах я тоже уже озвучил, то есть я буду разбираться с этим вот хаосом высококолейки, буду менять я постепенно на широкую пылью, налаживать грузовое сообщение, разбираться с общественным транспортом. Как только появится метро, я начну его строительство в Каменце, это, как бы, даже не обсуждается. Ну, и, соответственно, буду развивать пассажирскую железнодорожную сеть, потому что сейчас, как бы, она, ну, то есть даже если назвать ее кусой, это будет, как бы, мягко, мягко говоря, потому что всего вам два поезда. Как бы так курсор поставить, чтобы он не сгораживал и не светил. Но, впрочем, они довольно популярны, так что, возможно, я выпущу просто сквозной поезд, либо парами поезда. А, может быть, сделаю поезд, который будет проходить города без остановки и идти сразу из Белозерска в Дейнонейбург. Так, ладно, надеюсь, вам это понравилось. Если понравилось, отпишитесь, интересно ли смотреть подобное дальше. Следующее видео будет короче, это поскольку я не буду уже делать длинных вводных о том, что как происходит. Также, ну, подписывайтесь на нашу группу transportgames.com вконтакте, заходите на наш сайт. И еще у нас есть, да, группа про транспорт фейвера. Это на случай, если вы сюда пришли не из нее, а откуда-то со стороны. Все ссылки есть в описании. Ну, соответственно, подписывайтесь, лайкайте, буду заочно вам благодарен. Всем спасибо, пока. Да, в ближайшее время я планирую все-таки постримить либо Skylines, либо так и GTA-провинцию, тем более, что я нашел себе компанию на это дело. Но, скорее всего, провинцию я буду стримить так очень спонтанно. Так что следите за объявлениями. А я пока пойду заменять дорожный транспорт 77. Всем пока, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok